Платить или не платить? Эта дилемма хоть раз в месяц стоит перед каждой приморской семьей. Получая квитанции от товарища собственников жилья или управляющей компании, многие из нас размышляют, а может быть выбрать второй вариант? Неплательщики за жилищно-коммунальные услуги. В частных случаях глобальной проблемой разбиралась Виктория Тихомирова. В случае частной проблема глобальная. Из-за того, что несколько квартир этого дома на улице Нейбута 12 не платят по счетам, страдают их соседи, члены местного ТСЖ. Пять дней в многоэтажном крейсере на 160 квартир не работал лифт и не было освещения в подъездах. Эту историю программа «Сталкера» светила на минувшей неделе. Подъезды же осветили сразу после того, как насчет ДЭК, дальневосточной энергетической компании, начали поступать средства от возмущенных жильцов. Но деньги стали приносить не те, кто действительно должен, а другие сознательные граждане. И это головная боль всех управляющих компаний и ТСЖ. Все, что мы собрали, все деньги, которые мы собрали, все они пошли конкретными назначениями и платежами. Если нет денег, то платить, естественно, нечем. В обязанности председателя не входит брать кредиты и погашать чужие долги. То есть у нас выигран суд по 51-й квартире. Там у нас выиграно денежных средств порядка 150 тысяч. Но это с услугами юриста. А по факту на сегодняшний день у нее долгов 205 тысяч. Поэтому человек как не платил, так и не платит. Но при всем при этом есть деньги поставить машину на стоянку, заправить ее, сходить в магазин и все прочее. Заплатить по кредитам. На это деньги есть. А заплатить за коммунальные платежи желания нет. История со светом на небу тут 12. Случаи во Владивостоке не единичны. Как рассказывают дальневосточные энергетические компании, бывали эпизоды, когда от электричества отключали многоквартирные дома. Из-за того, что несколько человек в этом доме не считают нужным вовремя платить по счетам. А ведь отключение от света многоэтажки на десяток подъездов и сотни семей, если не ЧАЭС, то случай из ряда вон. Когда у нас появляются такие случаи о том, что мы планируем вводить ограничения, мы в обязательном порядке уведомляем прокуратуру по району для принятия мер реагирования, для проведения проверки по факту того, что в законности почему-то сожжение оплачивает. Может быть там какие-то деяния происходят незаконные. Поэтому мы обязательно в плане информируем назорные органы. Как и в этом случае. Я так понимаю, для Владивостока это не единичный случай. Нет, это уже не единичный случай. Отключения производились и в 2015 году, и в 2016 году. Многоквартирные дома отключались. В данном случае законодательством предусмотрена данная процедура. 432-е постановление правительства. То есть при наличии задолженности вводится полное ограничение. То есть света не будет вообще во всех квартирах? Да, дом будет отключен полностью. Как правило, управляющие компании сразу же находили деньги и дома подключали к электричеству в течение суток. Так же произошло и на ней будто 12. Там даже не дошло до полного отключения дома от света. Вот только должники так и не разморозили свои счета. Продолжают копить долги и шутят. Мол, берут у государства беспроцентный кредит. В свою очередь мы по закону уведомляем всех должным образом о том, что у жильца сложилась некая задолженность. Указывается сумма, направляются письма с уведомлением. Комиссионно составляются акты о вручении. И впоследствии мы отключаем этих людей от электроэнергии. Но, однако, электроэнергия находится в местах общего пользования. И для них не представляет труда подключиться, опять же, к электроэнергии и жить добросовестно дальше. На сегодняшний день уведомляем о том, что вследствие неоплаты будет приостановлена частично о системе канализации в доме. Опять же, это является затратной частью, потому что это оборудование является дорогим и вынуждены обращаться к тем компаниям, которые имеют это оборудование. Соответственно, ТСЖ за это будет платить деньги. А впоследствии взыскивать, опять же, с неплатильщика. У нас есть неплатильщики, которые имеют задолженность, которым была отключена канализация еще в теплое время года. Это где-то ориентировочно был август месяц. До настоящего момента люди живут без канализации. Все это в пакетах вносят в мусорные контейнеры. Свет, тепло, вода. Но есть еще ОДН и капремонт. Немало копий сломано в спорах о необходимости оплачивать эти графы. Журналисты и социологи спорят. Юристы же напоминают, закон един. Отвечать и платить все равно придется. Об этом говорят статьи 153-155 Жилищного кодекса. Неоплата коммунальных услуг, она, безусловно, приводит к формированию задолженности, которая в последующем может быть взыскана в судебном порядке. Также неоплата может привести к приостановке предоставления той или иной коммунальной услуги. Но обязательным условием является предупреждение за время не менее чем 30 дней доложника о приостановлении оказания той или иной коммунальной услуги. Но не зависит от того, что это будет. Летрооснабжение, водоснабжение, насколько мне известно, сейчас приостановлю даже водоотведение, то есть канализацию. Безусловно, и снабжающая организация, и управляющая компания вправе перестанавливать любые коммунальные услуги в том случае, если человек за них не платит. Но также важен еще и размер задолженности. Размер задолженности должен составлять не менее чем двукратный ежемесячный платеж, который рассчитывается не по приборам учета, а по тарифам. Люди часто не хотят платить за некачественные услуги или за полное их отсутствие. Таких историй в СМИ десятки. Например, об этой женщине из села Дзержинская. Ее семья последняя, кто еще не съехал из аварийной двухэтажки. Внутренние коммуникации давно не ремонтировали, да и местная управляйка этого делать не собирается. Невыгодно. Потому пока Светлана Крижеминская ждет переселения и получает счета, которые оплачивать не собирается. Ведь батареи холодные. Отапливать жилье приходится обогревателям. А это дополнительные траты. За холодную конуру эту должна оплачивать им счета или как, я не могу понять. Идет холодная. Люди не платят по счетам, долги растут. ТСЖ и управляющие компании обращаются в суды с требованием повлиять на нерадивых граждан. Только в прошлом году в Приморье у судебных приставов было свыше 175 тысяч исполнительных производств на сумму свыше 2 миллиардов рублей. Взыскание долгов по ЖКХ одна из основных и массовых. Она стоит на втором месте после взыскания штрафов ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. И, как правило, из года в год количество таких исполнительных производств не уменьшается. Должники по ЖКХ ничем не отличаются от других должников. И к ним применяются точно такие же меры продлительного воздействия, как и на другую категорию должников по другим исполнительным производствам. Это, прежде всего, ограничение выезда за пределы Российской Федерации, которая остается на сегодняшний день одна из таких самых востребованных и действенных. Они достаточно хорошо действуют на должников, и люди стремятся, естественно, каким-то образом как можно быстрее погасить свои долги. ОДН, графа платы за общедомовые нужды, стала еще одним предметом спора в начале этого года. Жители края получили новые платежки. Теперь счета за ОДН выставляют управляющие компании или ТСЖ. Именно близость ТСЖ и управляющих организаций стала роковой для потребителей. Так, рядовой житель многоподъездного крейсера получает сегодня платежку, где за ОДН ему предлагается платить порядка 500 рублей. Если сосчитать количество квартир в таком огромном доме, то на выходе за ОДН управляющая компания получит порядка 180 тысяч рублей в месяц. Люди обратились в надзорные органы и суды с просьбой разобраться и сделать перерасчет. Принимать решение на общем собрании собственников, что рассчитываться по приборам учета, если этот прибор есть. Пусть я говорю не совсем легитимные вещи, потому что федеральное законодательство по-другому рассматривает этот вопрос. Но я считаю, что надо действовать, надо принимать решения на общем собрании, надо собираться с собственниками, надо прийти к своей управляющей организации. Мы с управляющими организациями тоже будем работать, мы тоже разъясняем, что вы должны исходить из того, какие собственники, активные или неактивные, платят ли они вообще. Если люди платежеспособны, если они платят, вы говорите о том, что такая проблема может быть. Они могут просто вычеркивать плату за ОДН. Капитальный ремонт многоквартирных домов – наболевший коммунальный вопрос. На сегодняшний день в Приморье только за минувший год вынесено свыше 10 тысяч судебных приказов на сумму порядка 50 миллионов рублей в отношении должников физических лиц. Люди с большой неохотой платят за возможный будущий ремонт своих домов. Крупным должником по уплате взносов является Министерство обороны. За время действия новой системы капремонта многоквартирных домов Минобороны ни разу не оплатила взносы. Это проблема не только Приморского края, но и других регионов, и сейчас она решается на федеральном уровне. Долг Минобороны Фонд капитального ремонта на сегодня составляет 66 миллионов рублей. Отдельные категории граждан имеют право на получение компенсации на оплату взносов за капитальный ремонт. Данный вопрос в ведении Департамента труда и социальной защиты Приморского края. На сегодня все. Если у вас есть информация, которая может нас заинтересовать, звоните, обращайтесь. Телефон вы видите у себя на экране. Также найти нас вы можете и в социальных сетях. Всего хорошего. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Продолжение следует...